Приветствую вас и ваша проблема решается примерно так. Дело в том, что если бы в какой-то причине вы в себе не уверены, ну вот, знаете, не до конца уверены в себе, так, к сожалению, бывает. Не уверены в том, что будете говорить, не уверены в том, что будете, допустим, делать, как вы выглядите и так далее, то это решается через работу в двух направлениях. Первое направление заключается в повышении собственной самооценки, собственной уверенности в себе, собственной незначимости, самолюбия и так далее. То есть, по сути, воспитание в себе чувства, ощущения, что вы ничем не хуже других людей, а может быть, во многом даже лучше их. И происходит это за счет проработки неверных установок внутри вас вообще, за счет решения каких-то комплексов, если таковые имеются. То есть, они, как правило, носят под собой детско-родительские отношения или просто какие-либо неконегативные переживания в детстве, которые заставили вас теперь уже неправильно ощущать себя в будущем взрослым. Это решается за счет и постановки перед собой определенных задач, достигнув которых вы бы смогли поверить в себя, поверить в свои силы, понять, что вы очень достойный человек. И благодаря этому смогли бы повысить уверенность в себе. Но для этого необходима упорность, правильный и грамотный подход к постановке целей, грамотная последовательность выполнения задач, которые образуют эту цель. Ну и организация деятельности, естественно, тоже. Все это поможет вам решить, так сказать, проблему в комплексе в целом. Если говорить про непосредственно страх выступлений, то здесь можно порекомендовать вам сделать следующее. Значит, вам нужно встать перед зеркалом и представить, что вы говорите перед аудиторией. И начать, собственно говоря, озвучивать то, что вам нужно перед зрителями, перед аудиторией. И вам это нужно говорить, может быть несколько раз повторить, чтобы это происходило у вас на уровне подсознания, чтобы это происходило автоматически. Тогда вы сможете сделать следующее. Во-первых, вы, если речь идет о каком-то выступлении, вы сможете звучить текст своего выступления и не будете затрачивать какую-то энергию на произнесение именно самого текста. Потому-то он будет у вас на автомате. Далее, во время произнесения текста перед зеркалом вам необходимо смотреть на себя. И выбирать то выражение лица, ту позу, которая бы вам наиболее, наиболее была бы симпатична. То есть, чтобы вы выглядели максимально выгодно с вашей точки зрения. И дальше, о чем можно сказать, это стремление к тому, чтобы сконцентрироваться на том, что вы делаете. То есть, не важно сколько людей перед вами, важно то, чем вы занимаетесь. Яркий пример. Если вы скажете то, чего вы боитесь сказать перед одним человеком, вы не можете, скорее всего, испытывать страх. Перед двумя, наверное, тоже. Перед тремя, скорее всего, тоже не будет никаких проблем. Но если сразу 10, то возникает страх. И этот страх, он для вас не особенный. Вы не можете понять, почему он возникает. Но именно с этим вам и нужно бороться. Понять, что мешает вам спокойно ощущать себя. Чем отличается ситуация, когда один человек и когда несколько. Почему вы этого боитесь? И когда это у вас началось? Как только причина страха будет выявлена, вы тут же сможете подобрать стратегию по решению этого обстоятельства, по адаптации к этому обстоятельству и, по сути дела, обеспечите себе решение данной проблемы. Если ничего из этого вам не поможет, то есть не получится решить проблему, то в таком случае вам необходимо воспользоваться гипнозом. Гипноз поможет вам выявить то обстоятельство, которое породило у вас страх, значит выявить его, заново пережить и тем самым от него освободиться. Можно это сделать и без гипноза, путем регрессии, то есть анализы ваших переживаний и вот анализы всех переживаний, связанных с социальной активностью. И посмотреть, чего именно и когда вы первый раз испугались, связанного именно с неопределенным кругом лиц. Это и будет истотником ваших проблем. На этом все, надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду вам очень благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго.